итак давайте познакомимся с языком java ближе мы бы могли рассматривать все примеры и упражнения в android studio но это будет не совсем удобно так как для отображения результатов нам каждый раз пришлось бы собирать проект сборщиком gradle и запускать приложение на телефоне или эмуляторе а это занимает довольно таки большое количество времени поэтому при изучении java мы будем пользоваться онлайн компилятором этого языка поэтому я нахожусь сейчас в браузере давайте наберем в поисковой строке java compiler онлайн и первым у меня выдается в списке сайт 3w джей дудал точка ком давайте откроем его вы можете пользоваться любым другим из существующих онлайн компиляторов принцип действия у них примерно одинаков но если вы не возражаете то можете пользоваться тем же что я он вполне удобен верхней части компилятора находится редактор кода в котором пишется сам java код и тут как вы видите уже находится какой-то исходный шаблонный код ниже находится окно результатов здесь написано результат в этом окне появляются результаты выполнения программы между ними находится ряд кнопок при помощи которых можно при помощи кнопки экзекьют запустить программу сейф сохранить ее на сайте но для того чтобы сохранить нужно зарегистрироваться на сайте но я не буду этого делать если вы хотите вы зарегистрироваться и все ваши программки будут сохраняться на этом сайте и вы можете потом клацнув на кнопки my projects перейти ваши проекты и просмотреть их но тут сейчас написано сначала пожалуйста залогиньтесь что ж давайте для начала запустим шаблонный код и посмотрим что же он проделывает для этого нажмем кнопку экзекьют и как вы видите при запуске программы на консоль выводится текст sum of x plus y equals 35 сумма x плюс y равна 35 давайте теперь рассмотрим код в текстовом редакторе самая верхняя строчка паблик класс май класс она создает класс по имени май класс и этот класс паблик или публичный по русски паблик это модификатор доступа и он означает что этот класс доступен из любого места приложения модификаторы доступа используются для ограничения доступа к определенному коду что же такой класс класс это своего рода шаблон по которому создаются объекты этого класса например мы можем создать класс кат кошка давайте сделаем это ниже чтобы было более наглядно мы можем написать просто класс без слова паблик класс кат и в фигурных скобках внутри будет тело класса теле класса будет какая-то информация об этом классе этот класс будет определять кошек в целом то есть всех вид или тип кошки затем когда мы будем создавать разные объекты с этого шаблона то они все эти объекты будут класса кат но у каждого объекта будут свои данные также как и кошки они все одного вида кошачьих или семейства кошачьих но каждая кошка имеет свое имя свой цвет также каждый объект может иметь свое состояние и поведение то есть одна кошка может быть по имени мурка иметь цвет шерсти черный вторая будет васька и будет пятнистый так вот этих двух кошек можно в коде отобразить при помощи двух объектов класса кат но эти два объекта будут с разными данными эти данные записываются в переменных этого объекта которые называются полями этого объекта и отображают состояние этого объекта некоторые данные у объектов класса могут быть одинаковы например у всех кошек 4 ноги и есть хвост поэтому в классе кат может быть поле класса fit ноги и это значение будет и значение этого поля будет 4 для всех объектов этого класса также кошки могут мяукать царапаться бегать это уже поведение объекта и она отображается при помощи методов то есть еще раз состояние объекта отображается при помощи переменных которые называются полями класса и поведение объекта отображается при помощи методов мы можем создать например метод гол идти метод мяу мяукать и так далее чтобы отобразить поведение кошки при помощи классов и объектов можно отобразить любой объект из реального мира у каждого объекта из реального мира есть набор своих свойств также и свое состояние в определенный момент времени и определенное поведение при помощи которого он взаимодействует с другими объектами или с внешним миром и этот способ отображения информации называется объектно ориентированным программированием далее мы будем разбирать это более подробно и это станет более понятно сейчас мы в общем рассмотрели что это такое в нашем примере тоже в начале в нашем шаблонном коде написано класс майкласс тут не создается объект этого класса просто указан класс майкласс уберем класс кат класс майкласс создан потому что любой java файл должен начинаться с определения класса весь код находится внутри класса такие правила далее внутри класса идет метод main вот его имя main который тоже имеет свое тело заключенная фигурных скобках мы уже сталкивались с вами ранее с методами когда делали приложение в android studio и я уже говорил что метод это определенный кусок кода записан заключенный в один блок и названный именем имя этого метода main имя нужно чтобы затем обратиться к этому методу из любого места программы и запустить этот кусок кода который находится внутри метода строчка за строчкой последовательно метод main нужен в каждой java программе это особенный метод код внутри этого метода выполняется при запуске программы перед именем метода первым опять же стоит модификатор доступа public который означает что этот метод доступен из любого места приложения далее ключевое слово static статический оно означает что этот метод может быть вызван без создания объекта этого класса сейчас особо не заморачивайтесь этим мы далее рассмотрим это следующее ключевое слово означает тип значения которое возвращает этот метод некоторые методы могут возвращать результат вычисления которое происходит внутри этого метода то есть метод может принимать в качестве параметров два числа складывать их внутри своего тела и возвращать результат сумму этих двух чисел в нашем методе в методе main установлен тип возвращаемого значения void что означает пустой то есть этот метод не возвращает никакого значения после выполнения кода внутри него мы это тоже рассмотрим подробнее позже далее идут круглые скобки которых в методу передается параметры аргументы какой-то другой метод как я уже говорил могут передаваться два числа которые складываются и возвращается результат здесь же качестве аргумента в качестве параметра передается массив строк мы это рассмотрим позже дальше идут собственно фигурные скобки в которых содержится тело метода то есть код который выполняется последовательно строка за строкой при вызове этого метода код внутри этого метода начинается с определения или говорят еще с объявления переменных как я говорил переменная это грубо говоря область в памяти компьютера названная определенным именем это область памяти используется затем для хранения различных значений то есть мы можем рассматривать переменную как контейнер с определенным именем как коробку в которую мы можем поместить какое-то значение давайте рассмотрим первую строчку в теле метода здесь написано int x знак равенства 10 и точка с запятой итак в этой строке объявляется переменная x и ей присваивается значение 10 первое слово int означает тип значения которая может храниться в этой переменной язык java является строго типизированным языком что значит что всем переменным при объявлении или при определении то есть когда мы в первый раз упоминаем переменную присваивается какой-то тип который мы уже не можем изменить далее тип int обозначает integer переводится целое число с английского то есть переменной x мы теперь можем хранить только переменные целые числа далее после типа идет имя переменной имя этой переменной x дальше знак равенства знак равенства в программировании имеет немного другой смысл нежели в математике знак равенства читается как присвоить то есть наша строка читается так переменной целого типа x присвоить значение 10 это значит что мы помещаем в область памяти с именем x число 10 и теперь далее в нашем коде мы можем обращаться к этой области памяти по имени x и получать оттуда значение которое там содержится в этой области памяти на следующей строчке объявляется еще одна переменная с именем y она также как и переменная x является переменной целого типа так как перед именем как вы видите стоит ключевое слово int то есть в переменной y тоже можно хранить только целые значения но здесь в игрек помещается не 10 а 25 в данном случае и далее ниже мы видим как в коде можно обращаться к этим переменным и получать значение хранящийся в них третьей строчке мы опять же объявляем целую переменную z int z и присваиваем ей сумму переменных x и y здесь мы обращаемся к этим переменным то есть после объявления переменной z компьютер обращается к области памяти по имени x извлекает оттуда хранящееся значение которое на данный момент является целым числом 10 затем обращается к области памяти по имени y извлекает оттуда хранящееся значение которое сейчас 25 и после этого складывает два этих значения и результат то есть сумму этих двух чисел помещает в область памяти по имени z который как вы поняли могут храниться тоже только целые числа так как переменная z тоже целого типа int следующая строка выводит значение переменной z на экран system out println это стандартная команда вывода на экран java в скобках указывается что нужно вывести на экран в данном случае в начале выводится строка символы заключенные между двумя двойными кавычками sum of x плюс y равно и к ней прибавляется значение переменной z то есть в данном случае 10 плюс 25 значение 35 поэтому запустив нашу программу мы получаем вот этот текст вы можете подумать зачем все так усложнять и использовать переменные если можно просто написать числа и результат будет тот же давайте попробуем это сделать давайте вместо икса и y напишем их значение 10 а вместо y 25 и давайте попробуем запустить программу как видите ничего не поменялось значение тоже и понять код вроде проще для чего же нужны тогда переменные это вполне резонный вопрос но на него есть и вполне резонный ответ это делается для того чтобы упростить изменение значений при надобности например если наша программа состоит не из трех строчек а из 300 или 3000 строчек что в принципе бывает нередко то все немного усложняется например мы хотим поменять значение вместо 10 мы хотим написать 20 и вместо 25 45 давайте запустим программу отобразилась корректно все все замечательно но теперь давайте добавим немного больше кода вычислим не только сумму но также и разность произведения и частное этих двух чисел то есть результат деления давайте вернем пока 10 и 25 первоначальные значения и теперь объявим новые переменные int a будет разность двух чисел int b произведения двух чисел и int c будет частное и здесь давайте выведем на экран все эти значения здесь укажем разность дифференс дифф сокращенно произведение по-английски product назовем прод сокращенно и отношение quotation назовем у код и поменяем переменные a b и си и запустим программу нажмем execute и так тут отобразился некорректный результат дело в том что все отобразилась верно кроме результата деления это произошло потому что результатом деления будет десятичное число которое будет меньше единицы и java компилятор автоматически округлил это число до 0 чтобы значение было более точным нужно сохранить его в переменной double этот тип переменных предназначен для хранения десятичных чисел давайте пока не будем этого делать потому что суть в другом если мы хотим теперь изменить значение например нам нужно произвести эти операции с другими числами не с числами 10 и 25 а с числами 20 и 45 как было до этого нам нужно теперь в каждой этой строчке поменять значение на 20 и 45 и если у нас большая программа если этих строчек будет 300 или 1000 или 2000 то очень высока вероятность что мы можем ошибиться и ввести нет то значение что нужно и тогда весь код будет работать некорректно а возможно и вообще не будет работать вдобавок к этому нам будет очень трудно найти эту ошибку а теперь давайте попробуем изменить переменные то есть мы вернем первоначально то есть мы сделаем как и было первой строчке вместо значений мы напишем значение переменных в данном случае чтобы поменять значение нам нужно поменять значение только в одном месте для переменной x и для переменной y то есть вероятность допущения ошибки в разы уменьшается ну а теперь давайте попробуем присвоить переменной x например число 10,5 десятичное число если мы запустим программу как вы видите выдается ошибка написано incompatible types это значит несовместимые типы это происходит потому что переменная x у нас объявлена как переменная целого типа а мы пытаемся и присвоить десятичное значение для того чтобы сохранить десятичное число в переменной нам нужна переменная другого типа давайте поищем информацию в интернете о переменных java